Я знаю, что умру неудачникам, но я умру в блаженстве. Желаю вам умереть неудачниками. Вы не против? Да. Вы должны умереть неудачниками, испытывающими блаженство. Большинство из нас здесь, в Индийском институте менеджмента в Бангалоре, всю жизнь были очень успешны в учёбе, по крайней мере, по тем или иным предметам. Но иногда в этом институте вам дают понять, что вы недостаточно хороши. Как же справиться с тем, что ты на среднем уровне? Будет лучше, если кто-нибудь даст вам почувствовать это уже здесь. Потому что в любом случае это может произойти в вашей жизни. Это может произойти у вас на работе, может произойти у вас в семье. Кто-то скажет вам, ты недостаточно хорош. Независимо от того, скажут вам это или нет, я хочу, чтобы вы поняли, никто из нас никогда не бывает достаточно хорош. Если ваши намерения в этом мире грандиозны, вы никогда не будете достаточно хороши. Люди постоянно говорят мне, садхгуру, вы осуществили так много всего, тот проект, этот проект. Я расскажу вам о своём проекте, потому что как раз позавчера я был на горе Чамунди. Это случилось 37 лет назад. Я поднялся на гору Чамунди и сел там. И вдруг, безо всякой причины, меня переполнил экстаз. Каждая клетка моего тела была готова взорваться. Я не понимал, что происходит. Когда я рассказал об этом самым близким друзьям, они спросили, скажи, что ты выпил, что ты принял. Это всё, о чём они могли спросить. Когда я спросил свой скептический ум, он ответил, наверное, у тебя едет крыша. Но я знал, что на Брелона неистощимый источник блаженства. Нечто фантастическое происходило внутри меня безо всякой причины. Если я просто сидел вот так, то впадал в экстаз. То, что мне казалось двумя минутами, превращалось в 7-8 часов. Вы замечали это? Когда вы очень счастливы, время просто пролетает. Я просто закрывал глаза, а когда открывал их, то проходило 8-10 часов. Тогда я придумал план. Потому что это фантастика. Я просто сижу и пребываю в полном блаженстве. Я решил. В то время население Земли составляло примерно 5,6 миллиарда человек. Я решил, что за два с половиной года я составил план. Конкретный план, как я это сделаю. Через два с половиной года я сделаю так, что весь мир будет пребывать в блаженстве. Потому что для этого ничего не нужно. Вы просто садитесь, и это происходит. Прошло 37 лет. Возможно, мы смогли коснуться жизней 500-600 миллионов человек на планете. Но я не могу назвать это миром. В моем представлении мир это 7,6 миллиарда человек. Так что я знаю, что умру неудачником. На 100%. И многое другое, что мне хотелось бы сделать... Я знаю, что я не сделаю даже 10-15% из этого. Но я умру в блаженстве. Потому что я живу в блаженстве и умру в блаженстве. Поэтому будет лучше, если вы потерпите неудачу в своей жизни. Это означает, что у вас был обширный замысел. Если вы успешны, ваше восприятие жизни ограничено. Успех означает, я сделал это. Что вы сделали? Я купил участок для дома. Вы думаете, это достижение? Я нашел работу. Я заработал столько-то денег. Это очень ограниченный взгляд на жизнь. Я хочу, чтобы молодые люди смотрели на жизнь с позиции того, как нам осуществить то, что невозможно сделать за целую жизнь. О, а что будет, если у меня не получится? Если вы непрерывно работали над чем-то, но в конце жизни работа так и не была выполнена, это не значит, что вы неудачник. Это значит, что у вас был обширный замысел. Вот что это значит. Я желаю вам умереть неудачниками. Вы не против? Да. Вы должны умереть неудачниками, испытывающими блаженство. Это значит, что у вас все хорошо. Это не какой-то жалкий успех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!